14 ноября в средней школе номер 4 состоялась встреча представителей межведомственной лекторской группы с родителями учащихся образовательного учреждения в рамках профилактической работы. В состав группы вошли сотрудники администрации, отдела по межнациональным отношениям и связью с общественностью, отдела по делам молодежи, комиссии и инспекции по делам несовершеннолетних, управления образованием, а также общественные деятели города. Как работник отдела на межнациональной политике, от себя лично хочу донести до вас информацию, что существует такая проблема, как различие междунациональных и межконфессиональных отношений. Межнациональные – это, все понимаете, различие в нации, межконфессиональные – это различие в религии. Чтобы не было таких различий, чтобы не собирались отдельные группировки. И как директор школы донес недавно, я так мимолетно услышал о том, что здесь очень много разновидностей и национальностей. Чтобы наши дети в дальнейшем не разделялись по группам, по национальным признакам, по религиозным признакам. С детства прививайте в вашу молодежь уважение и любовь к чужой религии и к чужой нации. Чтобы не различались. Все равно мы же, как старшее поколение, мы же видим, как с возрастом, когда приходит время наших детей женить, выдавать замуж, мы уже не решаем, за кого выдать или на ком женить. Уже дети сами выбирают. Национальности уже сплачиваются в возрасте. Правильно же? То есть, получается, если мы в детстве, они будут рознь чувствовать в жизни, в будущем, это может быть еще больше накалится. Какая-то обстановка может быть нехорошая. Мы сегодня поругались с кем-то. Родители могут из-за детей поругаться между собой, а в будущем они женятся. Уже как-то неприятно бывает как-то подходить, просить дочку или за какого-то парня выдавать свою дочь замуж. Поэтому постарайтесь привить уважение, любовь, дружбу с детства. Больше уделять время, как директор школы говорил своим детям. Родители и лекторы пообщались в форме вопрос-ответ, обсудили наиболее острые темы угрозы в среде молодежи, такие как наркомания, табакокурение, алкоголизм, экстремизм и другие. Смотрите, у вас у детей, у всех есть смартфоны. Больной вопрос, да, у всех есть смартфоны. Как они могут стать в первую очередь объектом совершения преступления, либо права совершения, сейчас вам вкратце поясню, то, что у нас участвилось в городе. Общаясь в этих социальных сетях, посещая, скажем так, экстремистические страницы и так далее, копируют ссылку и элементарно просто переслал он ее, не понимая о том, о чем речь идет, там, буквально там на арабском говорится, красивые слова, там, на арабском все, красочно описано, все, думают, вот правильная вещь, как пересылает ее дальше, или размещает ее у себя на странице в социальной сети, будь то фотография, либо ссылка на видеоматериал и так далее, все, вот этот человек уже является правонарушителем, уже предусмотрена за это административная ответственность. И по поводу еще, как можно стать тоже объектом преступления, ребенок, да, и так далее. Вот селфи, делаем фотографию, выставляем с этого ребенка фотографию, а вот мы с родителями уезжаем в горы на два дня. Ну, информация уже понятна, да, для остальных. В первую очередь для друзей, друзья друзьям передают, а вот мой друг туда уехал, дома там никого нету. Ну, вы же понимаете, да, домашники и так далее этим очень хорошо пользуются. Даже не обязательно далеко идти, всегда это будет кто-то рядом. Поэтому вот о таком тоже предупреждайте своих детей. В частности, то, что касается, то, что дети после 10 часов, они должны быть на улице без законных представителей, либо родителей, все же, наверное, знают, да? То есть дети тоже нечего им там делать? Нет, ну, давайте мы, 10 часов есть установленное время, мы будем говорить в рамках закона договориться. После 10 часов ребенок в сопровождении брата, сестры, тети, бабушки, они не являются его законными представителями. Ведь мать, отец, опекун, попечитель. Вот категория людей, с которыми ребенок может находиться на улице. После 10. А в основных случаях, ребенок должен находиться дома. Участники собрания сошлись во мнении необходимости проведения подобного диалога на регулярной основе и активизации работы по озвученным направлениям родительских комитетов. Я хочу сказать насчет посвящения школы. У нас очень много материалов бывает, особенно 9-й, 10-й класс. Дети не посвящают школу, не идут в школу. И отец приходит, отец говорит, ребенок не хочет пойти в школу, не хочет учиться в школе или мат. Есть закон Российской Федерации об образовании, федеральный закон. Там написано, родитель обязан, обязан дать общее образование для ребенка. Есть также семейный кодекс, там тоже написано. Там слово, ребенок хочет или отец хочет, не хочет, нету слов. Есть обязан родитель, каждый родитель обязан. Поэтому мы все обязаны дать среднее общее образование ребенку. Поэтому большая просьба. Вы, многие, которые у вас знакомы, есть хорошие друзья, товарищи, у них, у которых ребенок не учился в школу, просто вот так. У них спрашивают, очень жалеют, очень жалеют. Многие приходят, сейчас спрашивают, а у нас нет вечерней школы. У нас когда-то они были сейчас? Вечерней школы нету, говорят, сейчас я отправил вечернюю школу, чтобы получить адресат. Зарема Хайбулаева, Пермагомед Пермагомедов, информационная программа «Пульс».